Доброе утро, дамы и господа! Ну, как утро? 12 дня, но в любом случае мы на острове Яо! Да, именно на острове Яо, который находится недалеко от Пукета и проходит сегодняшний наш день. Съемочки, съемочки, съемочки. Вы посмотрите, какая красота! Офигенно, да? Погода сегодня замечательная, настроение сегодня замечательное. Единственный минус, я не взял вот водный бокс для этой камеры. А чтобы поснимать какую-то интересную хрень вот там вот, нужно идти в воду, а я не взял бокс. Блин! Блин, хотел стрим сделать, слушайте, и перегрелся телефон. Да ладно, блин, слушайте, дождь начался. Что ж такое-то, блин? Погода меняется, капец. То солнце светило, аж телефон перегрелся, не смог стрим сделать. То теперь все, начался дождь. Ну, такой легкий, маленький, но дождь, ну, такое, прямо скажем. И отлив, кстати. Вот тоже минус этого пляжа. В отлив здесь купаться практически нереально. Ну, вот совсем практически. Видите, что творится? И это еще только начало, она уйдет далеко, эта вода. И маленький моросящий противный дождь. Но все равно это лучше, чем зима. Господа, вы только посмотрите, посмотрите. Аня сервирует мне кофе. Так. Анют, давай, молодец. Подожди, я сяду красиво. Я красиво сяду, подожди. Давай, ставь. Вот так вот. Здесь отличный сервис, приезжайте. Делай еще раз, вот тебе еще молоко. Нет, я даже смогу, специально не получится. Ну, ты так язык, мы так, мы типа не смотрим языком, ну, сделай так. Ну, что ты как, я не знал. Я так была ловить моменты. Да я же не знал, что ты так быстро языком провела. Я не знала тоже. По чашке. Так что это знакомый жест какой-то, поэтому я хочу... Все это не штучка не получится, она не лизательная. Не лизательная? Это просто была... Привычка. Нет, это скром, да. Просто капелька падала, и я вот так среагировала. Больше не будет. Сейчас что ни говоришь. Оно как-то все равно в одну тему. Но ты молодец, это было здорово. Кстати, еще одна интересная вещь. У меня здесь, оказывается, работает мой хороший знакомый. Его зовут Игорь, и он работает здесь поваром. Это ты делал все? Это я все делал. Красава, вообще. Сколько времени на это уходит? На это уходит времени, ну, если не торопиться, два часа. Это если не торопиться, а если быстро? Если быстро, ну, час. Ты за час все вот это успеваешь сделать? Да, я успеваю все это сделать за час. Красава, вообще. Сколько лет ты уже этим занимаешься? Да лет 20. А ты что-то заканчивал специально по этому поводу? Ну, профессиональный повод. Не, вообще огонь просто, блин. Вот реально. Это все вот именно европейское такое более-менее. Все европейское, это не острое. Не острое. Да, это все специально для нас. Офигенно. Когда к нам приезжают русские туристы, видят пюреху и куриный суп, они радуются, говорят, что елки-палки, мы домой приехали. Мы сюда вообще никуда не уедем. Ты по-домашнему все делаешь? И еда нормальная домашняя. И пальма, и солнце, и море. Так как дома все, собственно говоря, конечно, да, логично. Ну, в России такие повара, повара по технологичкам. Нам бумажку дали, они по бабушке все сделали. Но это получается невкусно. Слили по брифу у нас, это называется. Я делаю без бумажек. Слушай, это каждый раз одно и то же, да, получается? Да, шведский стол у нас каждый раз одно и то же, но у нас как-то а-ля карт, там уже будет, там на завтраке будут сырники, блинчики с творогом, например. М-м-м, совести нет совсем, да? Почему? Я не совесть, переезжай, завтракай, никаких проблем. Ты тоже есть будешь, да? Ты тоже будешь есть? Ты тоже будешь есть? Тоже будешь есть, да? Красавчик. Там еще бигль. Господи, друг твой. Это твой друг, да? Вот это вот, соседний твой друг там. Анют, скажи, пожалуйста, мы сейчас едем на этих, на квадроциклах. Ты умеешь кататься вообще? Я кататься умею, но говорят, там очень серьезная трасса, прям вот для крутых чуваков. То есть для тебя? Для меня, само собой. Но зато, говорят, выезжают на пляж, на пустой, где никого нет, и прям можно так... Дожди, вот это что значит? Это очень быстро значит. На пляж въехать? Да. То есть ты всегда мечтала быстро въехать на пляж? Ну, это же круто. Ну да, логично, согласен. Я не уверен, что я смогу нормально покататься, потому что камеры, все дела, держаться неудобно, так что, скорее всего, сейчас посажу кутайца какого-нибудь, чтобы он вез, а я уже буду снимать как-нибудь. Хотя, честно говоря, я бы сам с удовольствием покатался бы. One by one. Надо быть более комфортабельным. Если вместе, то вы должны быть более комфортабельным. Что у тебя? Я думаю, да, на пляж-то я не выеду. Что, ты же нормально ездишь, что, давай. Ну ты сейчас попробуй здесь покататься, если получится. Давай, давай, давай. Все, давайте, ребят, чуть-чуть прокатитесь, я вас поснимаю, а потом сам сяду. Тебе идет, депочка. Я тебе помогу, только ты пока не едешь. В мою сторону. Я бы не хотел понять специально. Давай, Анют, жми. Давай. А на трехпайку. О, я еду. Оп, ты прикинь, да. Пока стоишь, то ты почти едешь, давай. Далеко стоишь? Очень далеко, давай. Да не отойди. Давай, не стесняйся. Ты же на байке ездишь. Все у тебя нормально получается. Блин, я тоже хочу, блин. Вот как это сделать, чтобы снимать, блин, и ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Это было очень круто. Прям очень. Я обожаю такие вещи. Еще тайц молодец. Молчал, просто ничего не говорил. Я там погонял хоть немножко. Очень классно, конечно. Блин, надо хоть искупаться, хоть чуть-чуть. Потому что, ну, что-то за целый день сегодня прям реально жарко. Прям реально жарко. Надо немножечко охладиться. Тем более сейчас отлив, кстати. И солнце пропало. Вот как солнце пропадает сразу. Сука, так холодно. Ну, конечно, не так холодно, как в России сейчас. Сука, холодно. Это охрененно. Это очень охрененно. Вот они работнички. Всех сполюблен. Вот так вот они работают. Плодотворно работают. Молодцы какие. Еще один здесь тоже вот работает. По порносайтам лазит. Аня где-то там пошла работать вот туда. Я вас всех сдам. У меня вопрос есть. Ты же повар, ты здесь постоянно готовишь. А ты не пробовал тайцев, например, или берманцев кормить нашей едой? Пробовал. И что они? Вот именно та еда, которая без добавления всяких там? Да, да, да. Им почти ничего не нравится, кроме, наверное, картофельное пюре. Да, остальное все майорой, потому что... Не острое. Не острое. А что если все то же самое, но они добавят перца, к примеру? Все, это становится офигенным блюдом или все равно? Я думаю, что нет, потому что там же не только перец. Перцы зели. Да, там же добавляется еще вот обязательный ингредиент. Это рыбный соус нам план. Кусличный соус. Как правило, почти везде он есть. Это соевый соус. А, ну и короче... И это такая вкусовая добавочка, Ройди называется. Если проводить параллели, это что-то похожее на вегету, которое в России продают. А, все, я понял. Ага. И вот тогда они нормально едят все, что угодно. Вот тогда они нормально едят, да. Ясно. Но меня удивило, что они все-таки картошку, нашу пюре нормально едят. Картошку, да, картошку, пюре они очень любят. Вот не хотел я ехать, блин. И заставили, можно сказать. Нет, это, конечно, хорошо поснимать здесь. Я думал с берега поснимать. Но, блин, все так массово уговорили. И я решил, ладно, ну какая-то хоть активность. Но здесь прикольно, я вам скажу, очень даже. Это мангровые заросли, если кто-то не знает. Это мангры. Собственно, все. Мы говорим до свидания острову Яо. Яо. И едем обратно на Пукет. На этом наш день сегодня закончен. Ну, не совсем. Вечером еще нас ждет одно мероприятие. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Алкашня, капец. Идите ровно, но держите себя в руках, люди. Обожаю эти понтонные пирсы. Субтитры сделал DimaTorzok